Итоги 2021 года, а также ожидания от грядущего 2022. Об этом в рубрике «Колонка главного редактора». Передаю слово Дмитрию Нечаеву. Здравствуйте! Это финальный выпуск «Колонки главного редактора» за 2021 год. В студии Дмитрий Нечаев. Весь этот год мы, как всегда, были вместе с вами. Вместе следили за информационной картиной в нашем регионе, радовались успехам и достижениям в экономике, спорте, социальной сфере, дорожном строительстве, но также вместе с тревогой наблюдали за непростой, осложнившейся эпидемиологической обстановкой, переживали потери. Делали свой осознанный выбор в ходе крупной избирательной кампании, реагировали на сотни проблемных тем в сферах жилищного хозяйства, безопасности, управления, взаимодействия с властными структурами. Вот если говорить о главном, конечно, несбывшемся пожелании на наступивший 2021 год, то это, конечно же, ожидавшееся и несостоявшееся окончание пандемии. 2021 год мы снова прожили с коронавирусом, который мутировал, стал агрессивнее и опаснее. Несмотря на наработанные медиками опыты лечения ковида, говорить о полном контроле над ситуацией, увы, не приходится. Лечение идет трудно, коронавирус зачастую дает сложно прогнозируемые рецидивы, отзывается массой негативных последствий. Считается, что эффективнее его предупреждать, прививками, например. Но и тут, прямо скажем, не все задалось. Массовая вакцинация вызвала волну отторжения, сформировалось даже общество антиваксеров. Надо сказать, что намеченные показатели по вакцинированным не были достигнуты, несмотря на многочисленные призывы медиков, властей и средств массовой информации. В итоге четвертая осенняя волна пандемии COVID-19 превзошла все предыдущие рекорды заболеваемости, ну и смертности. Количество вызовов скорой превышало порой 700 за сутки. Осенью заболеваемости и смертность достигли максимальных значений. В Тверской области в начале ноября выявляли более 400 зараженных COVID-19 за сутки. Зачастую умирали 10 и более человек в день. И это не считая тех, кто скончался от иных заболеваний, усиленных COVID-19. А ведь это тоже, по сути, жертва этого же коварного недуга. Со стороны власти стали приниматься дополнительные и вполне адекватные меры. В октябре заработали мобильные пункты вакцинации в Твери и районах области. Мы подробно рассказывали об этом. И тут произошло то событие, про которое говорят нет худа без добра. Сознательность граждан и опасение заразиться осенью стали заметно расти. У некоторых пунктов вакцинации даже стали возникать очереди. В итоге, к настоящему моменту, в Тверской области привились более 600 тысяч человек. И тут недавно появился новый штамм – омикрон. Он, похоже, заразнее предыдущих, но пока считается, что он не вызывает полной гибели клеток и заболевание протекает мягче, что, впрочем, не дает поводов расслабляться, особенно в праздничные дни. Губернатор нашего региона Игорь Руденя заявил, что никаких дополнительных коронавирусных ограничений на грядущие праздники вводить не будут, так как достаточно ранее введенных мер безопасности. Большинство горожан согласны, что излишние ограничения ни к чему. Но это обязывает, в свою очередь, самих граждан проявлять ответственность и бдительность. Переиначивая известную поговорку, хочется сказать – на власти надейся, а сам не плашай. И в завершении несколько слов о самих властях, а точнее взаимодействии с ними. За средствами массовой информации прочно закрепилось такое определение, как четвертая власть. И на самом деле мы являемся важным звеном, обеспечивающим связь общества с различными ветвями власти. Один из основополагающих принципов качественных СМИ – это объективность. Поэтому, с одной стороны, мы стремимся донести до власти максимально точную картину жизни общества, указать на проблемные точки, передать реакцию людей на те или иные события. А с другой стороны, оперативно информируем нашу аудиторию о самых важных, готовящихся или уже принятых решениях, которые напрямую отражаются на нашей с вами жизни. При этом мы всегда приглашаем гражданское общество к заинтересованному и конструктивному диалогу. Уважаемые телезрители, радиослушатели, читатели нашего сайта, мы всегда ждем вас на наших информационных ресурсах. И в новогодние каникулы, кстати, там тоже будет очень много интересного. Ну и в завершении хочется выразить надежду на то, что Новый год будет счастливым и успешным для всех нас. Давайте будем надеяться и содействовать тому, чтобы все грозные вызовы, которые принесли прошлые два года, навсегда канули в лету. Нынешний год показал, что, как говорится, и на камнях растут деревья. Некоторые отрасли экономики показали рост в условиях пандемии и даже существенный рост. Будем надеяться, что эта тенденция сохранится и предпосылки к этому есть. Все больше граждан вакцинируются, получают вожделенный QR-код, нарастает коллективный иммунитет, что дает уже реалистичную надежду на то, что следующий год станет радикальной поворотной точкой в борьбе с мировой пандемией. Ну а медиахолдинг Тверской проспект желает вам исполнения всех самых заветных желаний. И пусть 2022 год откроет перед вами новые позитивные перспективы. Пусть принесет в ваш дом радость, благополучие, мир и взаимопонимание. Здоровья вам и вашим близким. С Новым годом и Рождеством Христовым. В студии был главный редактор Дмитрий Нечаев. До встречи в новом 2022 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова